Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Ковенко. В Киеве сейчас 23 часа. Как и договаривались, в это время у нас итоги 2023 года и попытка заглянуть в 2024 год глазами Андрея Андреевича Пианковского. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день, Игорь Александрович. Андрей Андреевич, что самое главное вы бы выделили в 2023 году? Главные события, главные процессы, главные тенденции, чем он отличается от 2022 года? Что такое был 2023 год? Ну, мои зрители постоянно знают мой взгляд на идущие события. Это четвертая мировая война, как я ее называю. Третья была холодная, которая потерпела поражение в Советском Союзе. И вот путинский режим намерен взять реванш за это поражение. И не он один. Это война тоталитарных режимов, абсолютных сил зла. Ну, прежде всего, путинского режима, режима иранских аятоу. Ну, и за ними стоит в значительной степени Китай. Хотя вот его позиция потерпела серьезные изменения. Буквально последний месяц я об этом коснусь. Он как бы несколько ушел в тень. Но вот эти два всадника мирового зла, они ведут войну, направленную на уничтожение свободных государств Украины и Израиля и на уничтожение поражения свободного мира, западного мира. Они видят в уничтожении Украины и Израиля путь к полной дискредитации Соединенных Штатов как лидера свободного мира и такой полной победе на мировой арене тоталитарных террористических режимов. 23-й год отличается тем финишем года, к которому он пришел. Я считаю, что сейчас сложилась ситуация, беспрецедентная в мировой истории. Вот мы знаем историю мировых войн, ну, наиболее драматическая Вторая мировая война. Мы знаем, что в этой истории входит и Вторая мировая война. Были моменты, когда победа фашизма была очень близка. И при определенных обстоятельствах она была возможной. Но не было ни разу такой ситуации, которая вот сейчас. Сейчас мы, кажется, находимся в той точке бифуркации, что в зависимости от конкретных действий, конкретных фигур, в самое ближайшее время, я имею в виду 2-3 недели, возможно, как блистательная победа свободного мира в этой Четвертой мировой войне, так же, как его сокрушительное поражение. Вот. И причем результат мы узнаем где-то в течение первой месяца будущего года. Вот таково напряжение сегодняшней мировой сцены. Еще пару месяцев назад, после нападения террористов на Израиль и безупречной реакции американской администрации, я имею в виду обращение Байдена к нации 9 октября, соответствующее заявление Блинкина и Остина, которое они сделали в Иерусалиме, ну, казалось, что мы видим ближайшее полное поражение сил зла и победу свободного мира. Во-первых, впервые вот в этом обращении Байдена к нации была дана характеристика идущих мировых событий, совпадающая с нашей с вами, которую мы добывали в течение года. Именно Байден сказал, что это идет мировая война, что силы абсолютного зла, Путин и Хамас, это беспрерывные пары, это идет в Европе, Путин хочет уничтожить Украину, Хамас хочет уничтожить Израиль. Мы, Соединенные Штаты, самая сильная держава в мире, а как добавил потом Остин, самая сильная вообще в мировой истории, мы никогда это не допустим. У нас достаточно сил, политической воли, вооружений защитить наших союзников в Европе, в Украину, на Ближнем Востоке. Эти слова были подтверждены очень внушительными делами, мы помним. Это отправка двух авианосных соединений на Ближний Восток и внесение в Конгресс законопроекта о представлении, в том числе в Украине, значительной помощи на поэнтные военные на 61 миллиард долларов. Что, конечно, под этим подразумевалось и передача на Конгресс Украине того набора вооружений Победы, который так необходим, и который так долго затягивался в силу интриг внутри американской. На самом деле, прежде всего, самолеты F-16, которые, конечно, должны были стать таким геймченджером в этой войне. Это все произвело, было так убедительно, это произвело впечатление не только на нас с вами, но и на более серьезных людей, например, на китайского диктата России. На китайского диктата России это произвело грандиозное впечатление. Он впервые понял, что Америка играет серьезно, и что его такой китаумный китайский план натравить, подтолкнуть Путина к войне с Украиной и подтолкнуть Иран к плану уничтожения Израиля с помощью координации всех сарктуристических групп. Это план унизить Соединенные Штаты, позволить Путину и Ирану добиться победы при беспомощных Соединенных Штатах, и тем самым полностью дискретировать Соединенные Штаты, убрать их из мировой истории, после чего он справедливо полагал, он возьмет Тайвань голыми руками. Он понимал, что никакого вооруженного столкновения с американским флотом и китайской армией флот не выдержит, а вот взять голыми руками у дискредитированных и потерявших полное доверие союзников во всем мире, Соединенных Штатов. Вот был его план. И он понял, что он провалился, что, а, Путин проиграл в Украине, но это было ясно еще после Гастомельской битвы, важнейшей пока битвы Четвертой мировой войны, которая сорвала план Путина, движения в Европу. И после посылки двух 90-х соединений Соединенных Штатов на Ближний Восток, он понял, что у Ирана ничего не получится. Он помахал дружелюбно хвостиком и побежал в Сан-Франциско, где он, во-первых, заявил, что в ближайшей исторической перспективе Китай не рассматривает возможность соединения с Китаем военным путем, исключительно мирным. А кроме того, предложил его знаметь в полном масштабе американские инвестиции и американские технологии, но спасая уже попавшую в глубокий кризис китайскую экономику. Ведь Кси же сыграл очень рискованную игру. Он почти провел политический переворот в Китае, ну, нарушив механизмы завещанной еще Денциапина о сменяемости власти. И, во-первых, о том экономическом курсе конструктивных отношений с США, которые, благодаря инвестициям, технологиям, решили гигантские экономические проблемы Китая, вытащили миллиард людей из нищеты и позволили Китаю приблизиться, стать второй в мире технологическим государством, причем на таком уровне, которым никогда не мечтал даже Советский Союз на вершине своего развития. И все это под большим вопросом последний месяц. Ну, и все это было ради того, чтобы... Ну, он сообразнял свою политическую элиту. «Избирайте меня на третий срок, я вам принесу Тайвань». Никакого Тайваня, надо спасать экономику. Китай отошел в сторону. Это гигантская победа Америки, которая, казалось бы, определяла все и давала возможность, ну, блестяще, завершить партию уже без товарища Си, стоящего, нависающего там где-то на Дальнем Востоке, расправиться с двумя этими обнаглевшими гопниками, Путиным и иранскими Айято. Но прошло, что два с половиной месяца, финансирование до сих пор не реализовано. И, в общем, на Ближнем Востоке дела тоже идут не самым лучшим образом. Я подробно этого коснусь. Ну, прежде всего, с финансированием. Ну, тут абсолютно абсурдная ситуация. Дело в том, что, в общем, основное ядро республиканской партии, оно поддерживает это финансирование. Ну, мы знаем, в Киеве прекрасно знают людей, которые там 20 раз бывали. Лидер, я говорю о лидерах республиканцев, лидер меньшинства в Сенате Майк МакКоннелл, Митч МакКоннелл, Линдзи Грэхом тоже, как его называют, русофобом, вся русская пропаганда, очень близкий друг к Украине. Прекрасный молодой председатель комитета Палаты представителей перед странным делам, Майк МакКоннелл, да тот же самый трампист, Майк Джонсон, спикер парламент, тем не менее, он тоже все время повторяет, что он понимает, что необходима помощь Украине, что иначе Путин пойдет в Европу, все это понятно. Но, повторяют эти замечательные люди, наши искренние друзья с публикацией, да, конечно, это так очевидно, что давайте воспользуемся этой ситуацией, чтобы заставить наших друзей-демократам, ну, кроме того, еще и принять наше законодательство по эмиграции. Они же не позволят, чтобы Украина осталась без помощи. Вот эта идиотская логика, но американцы к ней привыкли, вот этот законодательный покер. Это каждый год перед бюджетом демократы и республиканцы занимаются шантажом друг друга. А вот не включите это, тогда будет шатдаун, будет панкротство Северных Штатов, платить зарплату нечем будет полицейским, врачам и так далее. Ну и каждый раз, когда в последний момент это срабатывает, но тут уже не экономический шатдаун, это уже геополитический шантдаун. Это уход, уход Соединенных Штатов из мировой истории. Вот эта глупая история продолжается до сих пор. Мы представляем, какое впечатление это производит на украинское общество. Истекающие крови уже. Украинцы это те, вот исторические 300 спартанцев, которые два года защищают цивилизионный мир от варваров, рвущихся туда с востока. Мы же помним план путинской войны, с чего он начинался. Собирайте монатки, убирайтесь вон. Не Украине какой-то шалоречь, шалоречь о том, чтобы, да, вернуться на линию Патрия-Джигашвили максимального продвижения Луса Джучи на запад в 1245-1945 годах. Эти планы были сорваны героическим украинским сопротивлением. Причем, после того, как Украина была предана изменникам, я повторяю это, слова, я их не стесняюсь говорить и писать в американский пресс, изменникам Соединенных Штатов Бернсом, который заключил предательское соглашение устное, так называемое, с Путиным 2 ноября 2021 года, что Путин, вот, да, он пойдет, удар будет ограниченным на запад против Украины, а в страны НАТО он не пойдет, обещал он ему. А за это Бернс обещал и добивается, и добивался до последнего времени, что в процессе отражения российской агрессии Украины, не дай Бог, не смогла никогда нанести удары, собственно, по российской территории. А после этого ведомство, конечно, профессионально предсказало, что Киев пойдет за две недели. Эти планы, эти планы были сорваны, и, собственно, после 9-го было совершенно ясно, что, а, вот, получив эти 61 миллиард. Соединенные Штаты передают в Украине все это необходимое набор оружия Победы, это самолеты F-16, на которых уже давно, уже почти год готовятся украинские летчики, ракеты ЭТЭКС, максимальной дальности до 300 километров, новые системы, дополнительные ПВО, большое количество артиллерийских снарядов, как полученных из Южной Кореи, так и, в общем, они будут и нарастать, расширяются производственные мощности американского военного комплекса. Это на этом фронте, а, что касается второго израильского фронта, ну, меня уже скоро за это задолбают, но я повторю, это очень важно, слова, которые там были сказаны, это слова я процитировал Байден 9-го, 10-го и 11-го Остины и Блинкин говорили не менее замечательные тексты, озвучивали в Версалиме, но особенно Блинкин, он сказал очень поникновенно, что да, мы знаем, что у вас, как много у вас здесь врагов на Ближнем Востоке, что вы сами с ними справитесь, но пока существует Америка, вам не придется это делать, одним мы будем с вами всегда. И таково было настроение, конечно, максимальное и в Америке, и общество, и политического класса, и это надо было исполнить. Я напомню, мир и прочим, я в те же дни, я подробно обсуждал свою статью, ее могут читатели найти на Каспаров.ру, это 15 октября, статья называется «Запад может и обязан победить Четвертый мировой». я тогда говорил, что нужно наносить удар по первую очередь по Хазбале, совместный удар израильской авиации и этих двух авианосных соединений, уже прибывших к тому времени через несколько дней на Ближний Восток, испепеляющий удар, уничтожающий всю эту ракетную мощь Хазбалы, до 100 тысяч ракет, и это, собственно, предварительные условия для нанесения теми же силами следующего удара по Ирану, включая его ядерную программу, которая, как американская разведка, где ее находятся, они уже находятся в неделе от первой боевой головки, это было очень много недель назад сказано, потому что я могу сейчас процитировать, собственно, происходит буквально по писанному, что, конечно, понятно, почему хочется в первую очередь расправиться с Хамазом, это за те чудовищные преступления, которые они совершили, но Хамаз это одна, одна из прокси-организаций террористических, которыми руководит, это оркестр, которым руководит Тегеран, все террористические, между прочим, арабские страны серьезные, это не арабский, израильский даже конфликт, серьезные арабские страны давно потеряли интерес к арабскому терроризму, более того, они, в общем-то, с удовольствием ожидали бы уничтожения того же Хамаза. Терроризм порождается ираном, без уничтожения иранской системы ничего ни в этой, в парадигме Ближнего Востока не изменить. Вот тогда, я думаю, что в той атмосфере американцы были готовы к такому удару. Но вот что произошло за эти два месяца про украинский фронт, я сказал, глупое, глупое вот это бодание с демократами по вопросам миграции, да, искренних друзей Украины приводят к тому, что помощи нет, а кроме того действует, я назову это самая страшная сила внутри Соединенных Штатов, это громадная эффективность и пятая колонна, это леволиберальная кровь демократической партии, это так называемая Vox Ideology, люди фанатично убежденные в том, что Америка как империалистическая держава там виновна перед там десятками сотнями угнетенных народов мира, Америка должна терпеть поражение в своих внешних военных столкновениях, поэтому они это силы этой группы не в том, к счастью, они пока не очень сильно представлены в Конгрессе, хотя уже сказывается их влияние, но их сила в том, что они полностью доминируют во всей так называемой качественной американской прессе, это Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Хилл, Ньюсвик, Таймс, Политико, особенно почему-то зверствует в антиукраинской и антиизраильской ненависти, вот это Политико, которая вчера написала статью, до сих пор там позавчера обсуждаемую бесконечную украинской медиа, но это прекрасный прекрасный пример манипуляции, там классическом стиле, там набор вырванных цитат, неправильных представлений, определенных высказываний, потом их фирменные анонимные сотрудники правительства, якобы нам сообщали вот то и то, и вот все эти анонимные сотрудники правительства уже полгода сообщают все американские прессы, все американские, устами все эти американские прессы, частично британской, которая тоже принадлежит к этой качестве, кстати, вот сбоку еще за ними танцуют, считаются принадлежащими к этой качественной прессе, и так называемые хорошие русские органы, там, Медуза, Дождь, они тоже излагают громадный полос этих статей, вместе с скобеевскими пропагандистами, основной то есть, что Запад устал от Украины, да, украинцы жертвы агрессии, мы им сочувствуем, но у них же провалилось абсолютно наступление, да, они не способны победить, они никогда не способны победить русских, они несут такие ужасные жертвы, ну, кстати, вот, чудовищно, конечно, это, Нью-Йорк Таймс, это самое богатое издание, самое профессиональное и самое идеологически ингажированное, вот, они публиковали две подлейшие статьи, одна была летом этого года и вторая совсем недавно, неделе примерно назад, одна была посвящена сражению под Бахматом, а другая вот сражение под Авдеевкой, это высокопрофессиональные произведения, там корреспонденты были на линии фронта, но буквально в сражающих частях, и они, обе, обе эти громадные статьи с фотоматериалом, с видимо, это страшная картина страданий, там, масса раненых, масса умирающих людей, интервью с ними, в общем, картина, картина апокалипсиса, гибели людей, так подобраны цитаты, что вот непонятно, за что они гибнут, ну вот две очень высоко художественно представлены трагедии украинских воинов и украинских мирных жителей украинского общества, по-разному можно было бы оценить эти статьи в зависимости от концовки, для чего все это, если бы там была концовка, слушайте, вот украинцы истекают кровью ради нас, а мы до сих пор тут торгуемся с какими-то пакетами в Конгрессе, не выдаем там по одному им самолет, неужели мы можем это терпеть, нет, они подводят другую, смотрите, бессмысленная совершенно война, руководители Украины толкают воинов в пекло, необходимо срочно договориться с русскими, а Путин давно ходит в мир, Путин давно, смотрите, Путин вот там это сказал, здесь он это сказал, срочно необходимы переговоры, нужно договориться, сделать какие-то крупные территориальные уступки, а потом там через несколько десятилетий Украина может быть даже станет процветающим государством и вернется в свою территорию. Эти люди сознательно, профессионально работают, собственно, ну а то, что они творят на Ближнем Востоке, об этом и говорит нечего, СНН смотреть невозможно, это хамасовская пропаганда, да кстати, что значит хамасовская пропаганда, посмотрите, почитайте статьи всех этих авторов, Нью-Йорк Таймс, там, все эти, они все Мухаммеды, Сарманы, Терманы, все они, все это местные, все авторы, все они на всех этих газет, это местные люди, ну конечно, функционеры, хамасы, естественно, но мы же помним, что позор этим изданиям, и этот самый семенуар, он лично пригласил корреспондентов Нью-Йорк Таймс, СНН, рейтер, по-моему, дальше от пресса, вот этой террористической атаки на Израиль, они с удовольствием снимали на пленку все эти чудовищные преступления, творимые, но они просто были участниками этих преступлений, вот эти группы, это пятая колонна, она работает на стороне Хамаса, на стороне России, может даже не потому, что она любит особенно Хамас и Россию, и палестинцев, они ненавидят Америку, они, это идеологическая группа людей, поколение за поколением эти люди выпускаются из лучших американских университетов, мы видели недавно уже на слушаниях в американском корресе, что из собой представляют эти университеты, где их президентши, ну, как правило, испортически корректно оказалось, что две из трех президентши, это, естественно, пожилые Гарвардские университеты, пожилые афроамериканки, они на голубом году сказали, что высказывание о том, призывы к геноциду еврейского народа на университетах является выражением свободы слова, свободы слова, и когда вот в конце концов вот эту замечательную афроамериканку спонсор университета все-таки как-то сподобились уволить, лауряд мира, лауряд премии мира Барак Обама выступил с гневным письмом, защищая ее право называть требования к геноциду еврейского народа проявлением свободы слова. Так вот, ладно бы, это их личное дело, но мы же видим, что творится с Байденом, он вынужден каждый день, но пока он еще произносит каждый день, что Израиль имеет право на самозащиту, но каждый день он призывает, ну, во-первых, уже не, что он призывает практически, не использовать артиллерию и самолеты, а перейти к так называемой вот локальной зачистке, но это значит увеличить гибель израильских израильских солдат на порядок. Солдаты гибнут сейчас много-много по израильским меркам, но вот перейти на Байден, а Байден это еще самый такой произраильский, а Макронии говорить нечего, но мы же видим, какая волна захлестывает, захлестывает, захлестывает западный мир. И в этой, а в этой ситуации становится вот необходимым вернуться вот к той идее, о которой я говорил, это единственное сейчас возможное, как я сказал, что израильская армия застрянет в этих катакомбах подвой, подвой страдальцев за несчастный народ Палестины, это и происходит. Нужен сейчас, чтобы переломить ситуацию, нужен совместный удар. Израиль не сможет справиться. Понимаете, в чем дело? Украине достаточно дать оружие. Не к тому, что я возражал бы, если бы американские войска сейчас прилетели в Украину и начали помогать украинцам защищать Америку. Но мы реалисты. В Украине, чтобы она справилась с этим русским достаточно сдать необходимый набор оружия. Ну вот смотрите, по-моему, вот настолько сейчас тяжелое настроение украинское, сегодня у меня тяжелая беседа были с украинцами, когда, ну, многие военные эксперты, и я, например, считаю, что успехом последних дней украинской авиации, в частности, вот этого удара по Феодосию, имеет отношение, ну, по крайней мере, пара голландских F-16 уже работают в воздухе в украинском мире. Почему я так считаю? Ну, потому что это действительно меняющее все многоплановое оружие. Ну, во-первых, это истребительная авиация, без которой невозможно никакое наступление. Во-вторых, об этом очень много писал Марк Солонин в своем фильме знаменитым документальным. Это летающие крепости ПВО. Один самолет, он, собственно, защищает громадную территорию от российской атакы. Ну, а самое важное об этом не замечали. Я так говорил, помните, я первый начал говорить о этих знаменитых английских, британских ракетах Storm Shadow и французских Scalp еще в ноябре, декабре прошлого года было принято решение. Но это ракеты воздушного базирования и они сконструированы под натовские самолеты. А самолетов не было. Поэтому они на полгода запоздали, что украинцы на коленке делали вот эти платформы на советских СУИМИК, насадки, на которые можно было посадить эти ракеты. И, конечно, вот сейчас мы видим, эти ракеты заиграли гораздо более эффективно. Ну, во-первых, это они как нож массов входит в оснастку F-16, а во-вторых, F-16 обладает гораздо большей свободой действия, неуязвимостью как для авиации, так и для противовоздушной обороны противника, чем СУИ. Это действительно все меняет. Я думаю, что и многие эксперты и в Америке, и в Украине, но вот украинские, украинская публика в это уже на все потеряла веру и отказывается это признать. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Или на украинском направлении ну ясно, что да, во-первых, самым, конечно, тяжелым днем было 12-14 декабря, когда несмотря на визит Зеленского Конгресс не смог утвердить этот законопроект. Но вот 14-го нас меня для меня был очень тяжелый день. Но я уже вам говорю, насколько настояние подняло меня украинского реакции Европы. Европа ощутила это очень четко на своей шкуре, чем могут кончиться эти американские игры. Ну, во-первых, было принято немедленно финансирование, 50-миллиардное, ну, не надо мне говорить, а Борбана, Сорбана, все ясно, с ними разобрались. Потом это политически совершенно беспрецедентно было принято решение о начале переговора вступления в ЕС с воюющей страной, с воюющей страной. Это значит, что страны НАТО прекрасно понимают, каким они видят исход этой войны и как они собираются работать на этот исход войны. Последовали дополнительные финансирования индивидуальные по миллиарду, по несколько от Дании, Норвегии. Ну, потом норвежцы непосредственно напомнили, что их суверенный фонд, между прочим, это полтора триллиона долларов. Кроме того, выяснилось, что европейцы уже потратили на Украину больше денег вместе, чем Соединенные Штаты. Вопрос не в деньгах. Если деньги, если действительно там застрянут эти конгрессы, ну, во что я просто не верю, до 18 января так или иначе вопрос должен решиться, или это просто полный позор Соединенных Штатов. Но, в общем-то, вопрос не в деньгах, вопрос в напоре на вооружение. И вот специальное заявление сделало голландское правительство, английское правительство заявило, что они отправили тех украинских летчиков, которые готовились в Великобритании в Данию для непосредственно отправки в Украину. Ну, в общем, я полагаю, что так. Первые самолеты уже летают, к Новому году будут 18 голландских и я уверен, что украинские вооруженные силы, украинское военно-политическое руководство готовят способ продемонстрировать городу и миру наличие этих самолетов. Ну, еще через две недели подоспеют такие же по 18 наборы из Дании и Норвегии, из Дании и Норвегии и, боже мой, откуда еще? И Бельгии, да. И Бельгия. Это меняющие правила игры. Игры. А что касается, что касается Израиля, вот сегодняшний, ну, не хочется повторяться о том, что две задачи Байдена победа в мировой войне и выигрыш демократическим кандидатам выборов президентских, они противоречившие друг другу и совершенно несовместимы. Уже тем, что он сделал для Израиля и для Украины, он навсегда потерял миллионы своих левых избирателей, это вот и леволибералы, и афроамериканцы, которые тоже все голосовали в 20-м году за Байна, а сейчас они почему-то за великий палестинский народ, ну и молодежь, вся эта зомбированная в американских университетах молодежь, она тоже бегает с флагами Палестины, и в то же время он еще цепляется, не следует два моих совета, я в них убежден, которые я дал в самом начале этой войны, к сожалению, они были выполнены, но еще не поздно их выполнены. Первое, Совет Израиля и Соединенным Штатам нанести обезоруживающий удар по Хазболе, а затем по Ирану и собственно закончить Ближневосточную войну без спонсорства организационных усилий Ирана, все эти мелкие организации это ничто. А второй Байден сосредоточен на мировой войне, а не на выборах. Вот, понимаете, в чем дело? Мы увидим результат в первые недели, в первые недели, в первые недели января. Вот мой третий совет израильскому руководству, сейчас я уже его озвучил в нескольких каналах, не зажидаясь разрешения дедушку Байдена, эскалация на израильской ливанской границе идет с каждым днем, там, Хазбол обстреливает израильские города, там никаких казус Белли придумать не нужно. Нужно наносить всеми имеющими силами авиации удар по Хазболе. Я говорил, что в принципе один Израиль с этим не справится, но надо начинать. Мне кажется, что ситуация внутри Соединенных Штатов такова, что ни общественное мнение, ни политикум не простит Байдену, если он не поддержит удар Израиля ударом вот этих двух хореносных гроб. Но в чем легче Байдену ударять по Израилю, чем по России? Дело в том, что опросы общественного мнения показывают 69% американцев требуют усиления помощи Израиля и 61% в Украине. Разница это те трамписты, которые конечно Израиль напротив Украины. Но что касается Израиль, все до одного республиканцы, включая трампистов, я представляю, что сделают республиканцы все с Байденом после того, как Израиль начнет столкновение с РСБО и Байден откажется и разорвут его на части. Вы понимаете, в каком парадоксальном поражении находится Байден? Абсолютно абсурдно. С одной стороны, собственно, по собственному характеру, по собственным политическим симпатиям, он готов поддерживать Израиль, ну вплоть, ну, еще там послал эти два бояносца, чтобы они там висели как чеховские ружья, да, последнего акта. Последний акт наступает. Он бы с удовольствием ударил. Большинство американского народа приветствовал бы этот шаг, но ключевая часть его партии, его избиратели категорически против этого и держат его за фаудой, держат ежедневные заявления того же Обама, та же вице-президент начинает тоже демонстрировать свои сочувствия к страданиям политическим. Вот он в таком состоянии находится. Но мое ощущение такое, что а другого выхода нет, а другого выхода нет у Израиля, потому что смотрите, что происходит. сейчас тот же дедушка Байден давит ежедневно снижайте интенсивность атак, и уже Израиль обсуждает, что он обсуждает, двухнедельное перемирие для дальнейшего обмена налогов. Двухнедельное перемирие, оно очень чревато перерастанием в постоянное перемирие, которое требует весь так называемый цивилизованный мир и уже почти требует дедушка Байдена. А это победа Хамаза. Это победа Хамаза. Это означает, что Хамаз остается неспособ тело чрезвычных преступлений, которые были совершены 7 октября в Израиле. Хамаз остался у власти в квази-государстве, как организованная структура, не потерпел никакого наказания. На ближнем это востоке означает, что любой может делать с Израилем все, что угодно. Это смерть Израиля. Но так же, как предложение вот той же всей этой либеральной заключить перемирие при прекращении огня в Украине, это то же самое. Прекращение огня, так называемое, это капитуляция, это передача громадных украинской территории Путину и никаких гарантий для безопасности остающейся территории. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Ну, во-первых, в целом я поставил бы больше шансов на то, что мы все-таки выиграем эту войну. Ну, во-первых, мне кажется, что под громадным давлением Европы реакция вот эта на пассивность американцев, ну, принята решительная программа по снабжению Украины вот тем атакующим вооружением. Ведь все эти разговоры, которыми сейчас смущают украинское общество, вот патрой ситуации на фронте, вы смотрите, это позиционная война, а у русских больше преимущества в позиционной войне, у них больше людей, больше там заводов, военных это не позиционная война, это позиционная война с большим исключением. Громадная слабость всей структуры российской обороны это Крым. Крым это никакая непозидемная война с получением F-16 дальнобойных ракет и с резким повышением эффективности Стромшейдера и Скроп Крым просто уничтожается, показательно уничтожается как военная структура, включая, конечно, Крымский мост, и это не просто громадная военная задача и успех, это колоссальный политический и психологический удар по путинскому режиму, по путинскому обществу. Путинское общество оно тоже находится в тяжелом состоянии после двух лет войны после двух лет войны украинское и российское общество находится в тяжелейшем состоянии очень многое зависит как раз от психологических факторов от того кто сломается кто сломается первым поэтому такие силы брошены и путинской агентурой и предателями пятой колонны в Северных Штатах и всей пропагандой на то чтобы сломить сопротивление сопротивление украинцев поддержать их можно только одним вот это передача оружия и операции по уничтожению российской военно-политической структуры в Крыму а что касается Израиля я вот верю вот в этот вариант Израиль начинает атаку на ХСБУ не получив еще окончательных заверений дедушки Байдена но американское общественное мнение американский народ если хотите американский конгресс заставит его это сделать Андрей Андрей Андреевич спасибо вам за этот обзор у меня несколько буквально вопросов вопрос я их задам сразу чтобы вас не перебивать вопрос первый вот то что все это сейчас накладывается и фоном всего того что происходит в Украине в Израиле тоже но прежде всего в Украине все это втянулось в избирательную кампанию в этой связи у меня вопрос громадные искушения у республиканцев это видно уже просто невооруженным глазом видно что это искушение они сейчас испытывают значит ну просто повесить на на грудь Байдену еще одну гигантскую гирю то есть одна гиря у него так сказать она у него висит она небольшая но такая увесистая гиря это очень плохая картинка ухода из Афганистана то есть это уход был неизбежным все это понимают прекрасно и здесь вины никакой Байдена нет но картинка была очень плохая очень плохая картинка и это гиря безусловно уход из Афганистана но это маленькая гирька а вот если взять сейчас и значит задержать помощь просто задержать не то что а просто начать обсуждать а зачем вам деньги а что вы с ними собираетесь делать а что такое вообще а почему у вас не получилось с наступлением вот ну и так далее то что по сути дела Джонсон сразу после отъезда Зеленского заявил на самом деле в своем заявлении он начал задавать такие вопросы там с мигрантами ладно с этой мексиканской стенкой ладно может договоримся но вообще зачем что вы собираетесь делать с нашими деньгами вот примерно такого рода вопросы стали задавать и это прекрасный способ просто повесить Байдену на грудь такую гирю после которой он просто не всплывет никогда но это совершенно очевидно если еще помимо так сказать трагедии в Афганистане еще будет навешана на него так сказать недостаточная помощь в результате этого трагедия в Украине трагедия в Украине если помощи не будет она достаточно очевидно там понятно Путин не захватит Украину но это будет катастрофа если сейчас там в течение нескольких месяцев не будет помощи и вот первый мой вопрос это что делать с этим искушением смогут ли республиканцы просто не воспользоваться этим для того чтобы утопить Байдена ну и заодно всю демократическую партию на выборах это вопрос первый и второй вопрос вот все-таки вот это вот мы подвоем итоги года и конечно что ни говори а вот это вот прямо откровенно скажем неудачное наступление Украины все объясняют кто-то мне уже в эфире говорил что на самом деле это не верь глазам своим это очень удачное наступление вот в результате которого почему-то ни один населенный пункт не был освобожден вот кто-то объясняет это вот только что Михаил Михайлович Подоляк у меня был до вас в эфире с итогами года и он рассказывал о том что ну вот к сожалению так сказать вот россияне сделали вывод начали укрепляться окапываться и так далее а это что не было видно это для этого нужна какая-то сверхразведка чтобы увидеть эти минные поля эти это бетонные укрепления это же все было видно и в условиях когда любая военная наука требует требует так сказать там трехкратного превосходства и господства в воздухе когда нет нет самолетов все-таки явно нет никакого трехкратного преимущества вот почему все-таки наступление это что давление давление партнеров было или это просчеты очевидные вооруженных сил Украины из которых вроде бы никто никаких выводов как-то видимых не делает и мы понимаем что сейчас происходит в украинском обществе я знаю это по своим подписчикам по своим коллегам с которыми общаюсь но в общем-то умирать уже не очень хотят те кто готов был пожертвовать своей жизнью ради свободы Украины они это уже сделали осталась та часть населения которая и в том числе молодежи которая не очень хочет умирать это проблема сегодня она ощущается в украинском обществе огромное напряжение в связи с этим новым законом о мобилизации это то что сейчас кипит украинское общество я это кипение чувствую и по социальным сетям и по контактам с людьми и вот вот три вопроса первый вопрос республиканское искушение второе трампа второй вопрос ошибки наверное все-таки есть серьезные в украинском руководстве которых оно не очень спешит признать и вот этот вот очевидный какой-то нераскол но по крайней мере взаимное дистанцирование между военным и политическим руководством Украины тоже вызывает вопросы и последнее это вот то что вот эта затяжная война которая сжигает огромное количество людей в общем-то вызывает тревожные и даже панические настроения в какой-то части украинского общества нет ли здесь зародыша проблем которые в двадцать четвертом году нас могут накрыть в полный рост я замолчался теперь вот вопрос второй и третий они очень близко связаны но я частично эту тему затронул любая война это чудовищное действие и какая бы ни была справедливая война усталость неспособность исходить ее продолжать на каком-то этапе наступает вот история первой мировой войны проиграли уже страны воины не на поле боя а в столицах россия в семнадцатом году и германия в восемнадцатом эта проблема не только вы лучше знаете украинскую среду а я наверное лучше знаю израильскую я подробно смотрю русский канал там тоже та же самая картина бесконечное выяснение кто виноват вы знаете обычные сцены вот на девятом канале приходят обозреватели первым сначала они произносят такую стандартную фразу конечно сейчас в момент опасности мы должны объединиться отбросить все старые обили споры а мы помним какие там дискуссии были только против врага все это замечательно ну а кроме того на тренингаху конечно он должен уйти и так дальше продолжается еще еще два часа так по вопросам первый мне легче ответить тут у меня ну просто точечные наблюдения персональные вот та логика подлейшая которая вы я приведу вам еще примеры один такой есть из описанных вами сенатор венц республиканец ну какой-то провинциал ярый трампист он бегал по всем студиям в день пребывания Зеленского и кроме тех аргументов которые вы приводили он еще кричал что Украина это государство которое преследует христиан известнейший популярнейший христианский проповедник Паша Мерседес брошен брошен за стенки и так далее эти люди исходят им из этой это меньшинство республиканских конгрессменов это их примерно ну примерно человек 100 максимум да они и всегда такие люди голосовали против но это уверяю вот те люди которых я вам перечислил Митч МакКоннелл Майк МакКол Линдзи Грэхэм эти люди прекрасно понимают это не из-за Калахомы они 50 лет в Вашингтоне прекрасно понимают геополитический масштаб этой проблемы они они такой логики не придерживаются поэтому я исхожу из того что финансирование финансирование будет предоставлено теперь ну а что причина причина одна недостаточно самая базовая причина того что Украина еще не победила это то что ей не предоставлено то оружие что то оружие как мы же наблюдали с вами этот болезненный процесс сегодня всего года каждый новый сколько начиналась борьба еще с джевелинов нет ни в коем случае нельзя давать джевелина спровоцировать Путина потом хаймерсы потом помните в первый визит Зеленского в Вашингтон там знаменитый вопрос украинской журналисты Байдена вот вы сейчас мне говорите почему нельзя нельзя давать Петриот тогда сейчас же никто в это не поверит что Байден в декабре объяснял тогда Зеленского что Петриот нельзя давать там не знаю какие-то глупые объяснения были но вот вы также объясняли что нельзя почему это так все происходит потом тоже с танками ну наконец с самолетами и так далее в этом причина нет не было достаточно достаточно оружия для победы ну почему украинцы шли в наступление такое классическое наступление по линии фронта без огневой поддержки ну наверное это были ошибки ошибки военных но военные всегда совершают ошибки их можно обсуждать сколько угодно главное какие выводы из них делаются я не знаю вот мне кажется выводы делаются об этом говорили заложенные другие командующие что в принципе и очевиден путь сейчас вот по линии никаких преодолений минных полей не нужно сейчас Украина занимает оборонительную позицию вдвоей линии фронта если сосредотачивать все свои дистанционные атаки с полученным блестящим вооружением авиационным и для дополнительных ракет на ликвидации ликвидации крымского сектора обороны это будет громадным военным политическим и психологическим успехом вот сценарий победы совершенно очевидный который может мгновенно обеспечить американское руководство и мне кажется оно сейчас к этому ближе ближе например чем к решению нанести совместный удар использовать свои авианосные группы для удара по ХСБУ совершенно необходимы для того чтобы взломать ситуацию на ближнем особенности мы только что с вами видим что Хамас почти побеждает вот это да кстати посмотрите как подло и цинично конечно используется вот эта ситуация с заложниками в Израиль есть откровенные негодяи мы видим тоже там есть тоже своя громадная левая тусовка которая жаждет поражения Израиля они в эти демонстрации против судебной реформы они приходили с флагами Палестины они спекулируют они спекулируют на несчастье этих людей заложников выставляя их как антиправительственную силу выставляя их бесконечно демонстрировать и требуя немедленно соглашаться на все условия для получения заложников пожалуйста Хамас отдает их завтра за перемирие то есть за капитуляцию Израиля за превращение всех 10 миллионов израильтян в тех заложников с которыми можно делать то же самое что они делали жителям этой несчастной кибуц 7 октября так вот выход из этой дилеммы атака на ХСБУ которую американское общественное мнение вот те я думаю вот эту здоровую энергию республиканцев на уничтожение Байдена и демократической силы нужно использовать в конструктивных целях в целях заставить Байдена выступить двумя амирососоединения совместно с атакой с атакой израильтян на ХСБУ это более эффективная и более эффективная более эффективная и более достойная стратегия республиканцев Андрей Андрей Андреевич спасибо вам большое за ваш анализ я очень надеюсь что причем это вот такой анализ с очень серьезной рациональной дозой оптимизма что редко бывает обычно оптимизм бывает такой шапкозакидательский у вас он обоснованный и я очень надеюсь что ваш прогноз сбудется и в конечном итоге мы все-таки прежде всего силами вооруженных сил Украины похороним этот режим и а может быть и у вас будет возможность вернуться в Россию и принять участие в каком-то каком-то обустройстве этой северной Евразии которая сегодня является источником угрозы для всего человечества Андрей Андреевич спасибо вам большое с наступающим нам Новым Годом надеюсь что в Новом Году мы с вами продолжим анализ и обсуждение и ваши идеи они послужат послужат в том числе и хорошим советом нашим коллегам в Украине в Соединенных Штатах Америки и во всем мире спасибо большое и в Израиле я добавил бы в Израиле да понимаете вот первую часть войны вытянула на себе Украина героически а сейчас я должен вытянуть Израиль вот эти два героических народа сражаются сейчас за весь свободный мир спасибо Андрей Андреевич с Новым Годом вас всего вам доброго до свидания дорогие друзья я с вами прощаюсь завтра у нас продолжение наших эфиров берегите себя всего вам доброго доброй ночи до свидания забываю